В плане реализации местных инициатив «Ветка» на Гомичине явно сирот лидеров. Только сегодня тут презентуют пять проектов, причем большинство из них – моя молодежная накированность. Тут и детячий городок, и антивандальная спортивная прессовка. Сегодня ветковчан запросили на открытие экологичной стежки. О, а друзья, нет традиционной экологичной стежки, якая моя на увазе, пеш за все прогулку по тым же лесу. Ветковский проект, кучай спортивно-познавальный, инициаторами выступили районный профсоюз работников эдукации и науки и первая средняя школа. В 2016-м подали заявку на удел. Летость отремали больше 23 тысячи евро. Инициативу реализовали в рамках проекта программы организации объединенных наций с оденничанием и развитием на местовом узровне у Республики Беларусь при финансовой потребности Европейского Союза. Непрерывное экологическое воспитание очень важно не только для учащихся учреждений общего среднего дошкольного образования, но и для местного населения. В результате этого была написана инициатива создания экологической тропы. Мы поучаствовали во втором конкурсе местных инициатив и получили денежные средства на реализацию нашей идеи. Ветковская экологичная стежка предупреждает некоторые этапы, упочинающие от канатной дороги, беда и самых закопляющих элементов проекта. В Свараде я езу в леком наявности у пешей школи скалодрома. Место, где тренируется в деньг из поборниц по скалолажине. В якости меры безопасности специальная спортивная страховка. Ксения Чубова канатную дорогу проходит в Першии и одразу делится уражением. Сначала чуть-чуть было страшно, потому что я в первый раз это делал. А так не очень сложно было. На протяжении канатной дороги на Ветковской экологичной стежке некольких стационарных станций, причем ухоженной своя специфика. На станции Паспробуй, например, ориентир правильное харчевание. В угольной форме и с завязанными вачима необходимо вызначить пропонуемые продукты харчевания. Отримливаются не во всех, зато и эмоции на мяжи. Еще одно задание – пошук рослин по картинках, что так само не вельми просто. Почас подрактовки стежки эксперты с Гомельского державного университета провели мониторинг школьной территории и нашли тут каля 3000 объектов флоры и фауны. Для некого максимума таки пошук станет штуршком для навоково-доследчей работы. Это одна из меток стежки. Разум с формированием навыков рационального природы крестания и выхованием культуры поводинов у новокольном осеродье. Олег Сентеров, Валерий Гопанько, телерадиокомпания Гомель, Зветки.